Почти все делают это. 70% россиян хоть раз в своей жизни отстаивали свои потребительские права. За последние два десятилетия судебная активность увеличилась в 20 раз. Правда, иногда потребитель перегибает палку. Сегодня о покупателях-террористах. Мы поговорим с нашим корреспондентом Надеждой Новиковой, а из студии на Московской к нам присоединяется юрист Центра защиты прав потребителей Елена Мачалина. Надежда, ну кто они такие, потребители-террористы? Это те люди, которые в дорогих магазинах, например, покупают какую-нибудь вещь, прячут ярлычок, не срывают его и носят ее несколько дней. Например, такие случаи очень часто происходят накануне каких-то праздников. Так делают, когда приобретают обновку для корпоратива. Один раз сходить, а потом якобы можно вернуть в магазин, сказать, что вещь не понравилась, не подошла там по размеру или по цвету, не приглянулась. И требуют обратные деньги. Вот такой случай был, кстати, в практике нашего эксперта. Давай послушаем. Девушка приобрела дорогостоящие платья в одном из бутиков Саратова, сходила в нем на торжественные мероприятия и после этого решила его вернуть продавцу как новое небывшего потребления по причине того, что оно якобы не подошло ей по цвету. По инициативе продавца на данном судебном процессе была назначена судебная товароведческая экспертиза. В рамках данной экспертизы эксперт-товаровед установил наличие на платье пота жировых отделений, частичек кожи и парфюма. Таким образом, в удовлетворении исковых требований было отказано. Что ж, получается, что в случае проигрыша в суде такой покупатель платит не только за товар, но еще и за издержки. Да, он должен оплатить все издержки, которые понес хозяин магазина. Кстати, вот по поводу подобных моментов. В эти издержки входит, например, проведение тех же экспертиз. Так вот, сами экспертизы иногда могут становиться причиной обмана, когда нечистые на руку юристы предлагают нерадивым потребителям сделку и такой способ для того, чтобы заработать деньги. Вот давай послушаем Елену. Приобретается в той или иной торговой сети дорогостоящая бытовая техника, потом по каким-либо причинам, зачастую независимым от ее естественной поломки, она выводится из строя и подается в суд. При этом продавец лишен возможности проведения проверки качества, потому что после того, как товар становится неисправным, проводится независимая экспертиза, стоимость которой зачастую приравнивается к стоимости самого товара и доходит до 15 тысяч рублей. Елена, и как же бороться с такими нерадивыми юристами и потребителями? Изучение самого поведения потребителя на стадии досудебного регулирования спора. Если продавец объективно был лишен возможности в добровольном порядке урегулировать данный спор, потребитель либо уклонялся от возврата товара, либо не оставил реквизитов, не явился для получения денежных средств, то суды, как правило, отказывают в удовлетворении таких исков. Кстати, вот у многих солидных магазинов есть такая практика в последнее время. Они идут на контакт со своим покупателем. И даже если тот приносит вещь, хочет ее вернуть, а прошло уже эти 14 положенные по закону дней, то получается, что магазин идет навстречу и может обменять товар или вернуть деньги. Но так поступают только с теми потребителями, которые не обманывают. Понятно, спасибо. Случай, когда в роли нарушителей оказывались сами потребителем, обсуждали с Надеждой Новиковой и юристом Центра защиты прав потребителей Еленой Мачальной. Субтитры создавал DimaTorzok